Они дарят надежду. Добровольному поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» в этом году исполнилось 10 лет. Без выходных и праздников они выходят на поиски, когда пропадают дети и взрослые, расклеивают листовки, ведут работу в интернете и помогают 24 часа в сутки. Волонтерская сеть имеет представительство во всех регионах нашей страны. За годы работы накоплен бесценный опыт успешного поиска. Добровольцы охотно делятся знаниями и навыками со всеми желающими. В этот раз учения организовали в лесу села Обуховка. В Староскол съехались белгородские и орловские отряды поисковиков. По легенде, потерялся местный житель Павлу Егоровичу Трофимову, 75. Пенсионер якобы хорошо знает лес, но вчера ушел за грибами и не вернулся. В информации для поисковиков также указано, что мужчина два года назад перенес инфаркт, страдает частично глухотой и имеет проблемы со зрениями. Был одет в камуфляж. Прибыв на место, волонтеры отряда «Лиза-Алерт» первым делом разбивают штаб. Главный координационный центр поиска после построения всех делят на небольшие группы. «Алфа-Алфа-17. Значит, нужно будет сейчас сформировать поисковую группу и направить сюда задачу. Работаем на отклик. Каждые 50 метров. Причем в три стороны. Отклик должен, значит, работа должна вестись максимально качественно. Слушаем максимально внимательно, потому что пропавший может откликаться крайне слабо». Волонтеры прочесывают местность по особой методике. У каждой группы свой квадрат. В арсенале поисковиков навигатор, карта, компас и рации для связи. В лесу волонтер, будто дикий зверь. Быстрый, тихий и очень внимательный. Дисциплина в отряде почти военная. На кону жизнь человека. «Что такое? Заря, заря, я Лиза-4. Обнаружили потерявшегося». Согласно вводной, грибник травмировал ногу. Сутки провёл в лесу без еды и воды. Замёрз и совсем ослаб. Следующий этап учений – эвакуация. Чтобы вынести пострадавшего из леса надо несколько человек и носилки. По легенде, по радиосвязи о случившемся узнал спасатель, который тушил пожар в лесу неподалёку. Вместе с участниками отряда «Лиза-Алерт» он помог донести пенсионера к дороге. Задача отработана со статусом «найден жив». Отряд накопил уникальные методики и знания, которые позволяют нам очень быстро и с задействованием минимального количества людей приносить желаемый результат, то есть находить пропавших вне зависимости, в каких условиях они находятся – в городе либо в лесу. Раньше пропавших искали только одной методикой – это большая сплошная цепь. Методика не очень удачная, потому что лес имеет большую неоднородность. И в связи с этим часть поисковиков может отставать, часть – обходить какие-то препятствия. Мы же используем компас и навигационное оборудование. Искать людей добровольцам «Лиза-Алерт» помогают современные технологии – дроны и нейросеть. У нас в прошлом году заработала нейросеть, которая позволяет анализировать снимки, полученные с квадрокоптеров. И в автоматическом режиме компьютер выдает местонахождение всего, что похоже на человека, либо на его фрагменты одежды. В 2020-м в Белгородской области волонтёры 150 раз выезжали на поиски пропавших. В большинстве случаев люди были найдены живыми. Хотелось бы, например, один случай рассказать, как волонтёры помогли, скажем так, разыскать несовершеннолетнюю без исти пропавшую. Девочка спряталась из-за, скажем так, сложности семейной и ночевала несколько, получается, две ночи в одном из заброшенных зданий города Старооскол. А было уже прохладно. Волонтёры начали обходить территорию, скажем так. Мы предполагали, где может находиться. Это квадрат где-то 3 на 3 километра. И волонтёры, зайдя на одну заправку, заправочную станцию, нашли эту несовершеннолетнюю благодаря фотографии и активным поисковым мероприятиям. Старооскольский поисковый отряд небольшой, всего 12 человек. Александр Данилов работает программистом. С 2016 года всё свободное время посвящает поискам людей. Я в защитной форме, обычно в такой одежде все ходят в лес. А по-хорошему надо надевать себе жилетку светоотражающую, телефон заряженный, лучше пауэрбанк, если есть, спички или зажигалка, свисток, обязательно воды. У нас лес, в принципе, небольшой, заблудиться тут трудно, потому что есть просеки, есть дорожки. Но если человек вдруг плохо встал или там ногу сломал, руку сломал, он даже из такого леса может не выбраться. В лесных учениях в Лесобуховке приняли участие волонтеры из Белгородской и Орловской областей. Очень часто бывают заявки, в том числе на стыках регионов. И для того, чтобы выработать взаимодействие, мы, соответственно, собираемся. Каждый в отряде, собственно, каждый доброволец, он объединен той мыслью о том, что человек должен вернуться домой, неважно в каком состоянии. Поэтому, да, мы делаем нужное дело. Стать волонтером может каждый с 18 лет. Достаточно зайти на страницу отряда «Лиза-Алерт» в соцсетях и заполнить специальную анкету. Главное – желание помогать, а опытные коллеги всему научат. Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Александр Балатин, 9 канал.